Шестой класс, седьмая серия. Решение задач. Задача первая. Какой цифрой оканчивается разность? Уменьшаемая представлена в виде произведения нечетных натуральных чисел. Среди множителей есть числа кратные 5. Четных чисел среди множителей уменьшаемого нет. Значит, значение произведения будет делиться на 5, но не будет делиться на 2. Значит, значение произведения оканчивается на 5. Вычитаемое произведение последовательных натуральных чисел от 1 до 11 включительно. Среди множителей есть двойка, есть и пятерка. Значит, значение произведения будет оканчиваться нулем. Если и из 5 вычесть 0, получится 5. Значит, значение разности оканчивается на 5. Задача вторая. Можно ли вставить пропущенные цифры так, чтобы каждое из чисел справа налево и слева направо считалось одинаково? Перемножаются двузначные числа. Причем это числа, которые записываются одинаковыми цифрами. И получаются четырехзначные. Так, надо рассмотреть разные варианты. И приходим к ответу. Один из возможных вариантов. Например, первый множитель 55. Слева направо и справа налево читаются одинаково. И второй множитель 99. Получается четырехзначное число, которое слева направо и справа налево будет читаться одинаково. 5445. Вопрос, можно ли вставить пропущенные цифры? Ответ, да, можно. Например, вот таким образом. Задача третья. Можно ли назвать трехзначное число, которое при зачеркивании первой цифры уменьшается в 11 раз? Допустим, в этом числе а сотен, b десятков и c единиц. При зачеркивании первой цифры получается двузначное число, у которого b десятков и c единиц. И это число должно получиться в 11 раз меньше. Значит, если это число умножить на 11, результат как раз будет равен вот этому трехзначному числу. Так, ну давайте посмотрим, возможно это или нет. Так, сначала надо раскрыть скобки. Затем вычесть и слева, и справа от знака равенства 110b. Тогда вот слева будет 100а минус 100b. А затем вычесть слева и справа c. Тогда справа будет 10c. Можно разделить обе части равенства на 10. Слева от знака равенства можно вынести за скобки общий множитель 10. И получится вот такое равенство. Так, ну и сразу можно назвать значение c. То есть равенство будет верно только в том случае, если c равно нулю. Потому что значение вот этого произведения делится на 10. а c – это цифра, которая принимает значение от нуля до 9 включительно. Значит, подходит только 0. Если c – 0, значит, а равно b. Так, значит, в том случае, если а равно b и c – 0, то тогда получится трехзначное число, которое при зачеркивании первой цифры уменьшается в 11 раз. Ну, например, число 110. а равно b, c равно 0. При зачеркивании первой цифры получается число, которое в 11 раз меньше, чем 110. Ну, кроме того, подойдут и 220, и 330. Значит, самое главное, что а должно быть равно b, а c – 0. Значит, ответ – да, можно назвать такое трехзначное число. Задача четвертая. Корзина с фруктами весит 10 килограммов. Фрукты на 8 килограммов больше корзины. Сколько весит корзина? Обозначим за х вес корзины. Сколько весит корзина? Фрукты весят на 8 килограммов больше. Значит, вес корзины плюс фрукты, а всего получается корзина с фруктами 10 килограммов. Решая это уравнение, находим значение х. х равен 1. Значит, корзина весит 1 килограмм. Задача пятая. Можно ли разрезать фигуру на две равные, совпадающие при наложении части? Прежде всего, надо, конечно, сосчитать, сколько клеток содержит вот та фигура, которая показана синим цветом на рисунке. Фигура содержит 12 клеток. Значит, при делении на 2, 12, если разделить на 2, получится 6. Значит, надо разрезать так, чтобы получилось по 6 клеток. Значит, надо рассмотреть разные варианты. и приходим к правильному варианту. Вот одна фигура, а эта другая. Вопрос, можно ли разрезать? Ответ, да, можно. Разрезать фигуру на две равные, совпадающие при наложении части.